Нерадужная перспектива сидеть дома может стать интересной и креативной в том случае, если проводить его вместе с учреждениями и культуры. Сейчас выставочные залы областного центра временно отменили групповые посещения, но для любителей прекрасного есть возможность привести виртуальный тур по вернисажам. Музеи предлагают видеоэкскурсии, библиотеки, чтение онлайн и многое другое. Некоторые обрещания уже успели оценить нововведения. Да, безусловно, сама ссылку недавно получила и активно сейчас осуществляю обзор в наших музеях мира. Поэтому вполне даже есть чем заняться дома, ими, и детям, и всей семье. Это очень полезно, так как сейчас люди смогут просещаться и сидеть дома и не утерять возможность ознакомиться с этими данными материалами. Это как бы хорошо и профилактика, то есть люди собираются в массовых местах. Я думаю, это очень хорошо и полезно. Сейчас мало кто ходит в библиотеки и вообще покупает, в принципе, книги даже по денежному плану. Поэтому, да, это очень целесообразно. В принципе, люди все сидят в интернете, и библиотека онлайн – это прекрасно. Для многих использование интернет-ресурсов стало делом привычным. Из всемирной сети мы узнаем много новой информации, поэтому сотрудники Брестского областного краеведческого музея решили не оставаться в стороне. Они совместно с журналистами Советской Белоруссии креативно подошли к организации досуга людей, которые из-за вируса проводят его дома. На YouTube-канале музея уже размещена первая видеоэкскурсия. Зрителям предлагают познакомиться с постоянной экспозицией музея, где экскурсовод рассказывает о самых интересных экспонатах. Также на канале есть видео из музея «Спасенные художественные ценности». Вскоре у зрителей будет возможность виртуально побывать еще в трех филиалах. Художественном музее в Брестской крепости, музее Бересте и Каменецкой башни. Мы работаем по продвижению такого продукта, как онлайн-экскурсии. Мы обладаем техническими возможностями в режиме онлайн проводить по заявкам наших посетителей, экскурсии на любой цифровой платформе, удобной для наших зрителей, для того, чтобы наш потенциальный посетитель, не выходя из дома, мог ознакомиться с любой экспозицией музея, задать экскурсоводу вопрос, опять-таки онлайн, и таким образом виртуально побывать в музее. Не остались стороне библиотеки города над Бугом. Для тех, кто любит проводить свободное время в литературных грезах, сотрудники предлагают дополнительные бесплатные услуги, а также напоминают о существующих онлайн-сервисах. Сегодня у читателей есть возможность бесплатно продлить взятые на абонемент книги, просто позвонив в Брестскую областную библиотеку имени Горького. А еще сотрудники библиотеки готовы подобрать к определенной дате нужную вам литературу, чтобы сократить время пребывания в стенах учреждения. Брестская областная библиотека имени Горького стала сотрудничать с электронной библиотекой Литрес. Это крупнейший электронный сервис электронных книг, вы знаете, на подсоветском пространстве. В настоящее время в этой электронной библиотеке находится более 500 тысяч самых актуальных новинок художественной, научно-популярной, мемуарной и другой литературы. И всю эту литературу, и все эти книги, конечно, читатели Брестской областной библиотеки могут заказывать и читать бесплатно. Для того, чтобы заказывать и читать книги с сайта Литрес бесплатно, нужно выполнить единственное условие – стать читателем Брестской областной библиотеки имени Горького. Библиотекари надеются, что дистанционные чтения помогут разгрузить родителей и занять детей на время продленных весенних каникул. Ирина Кузьмич, Павел Молшонок, Александр Макаревич, телекомпания МБУК-ТВ.